Добрый день! В этом видео мы познакомимся с Барселоной не только не туристической, но даже слегка опасной. Это видео я делаю из-под тяжка и без стабилизатора, потому что в этом районе люди не любят, чтобы их снимали. Это бедный и не всегда безопасный район Барселоны. Еще недавно это была практически окраина Барселоны и сохраняются вот такие вот постройки, ну нечто вроде советских хрущевок или ранний брежнев, как я называю. Сюда выселили людей из того района, который сейчас является Олимпийской деревней, Олимпийским портом Барселоны. Мы выселили их где-то уже 80-е, хотя вот эти здания, которые прямо перед нами, это где-то 70-е, когда массово ехала эмиграция в Барселону. И здесь жили, кого мы называем, огрызки общества. Раньше здесь жило много наркоманов, преступники всякие мелкие, жулики. И не так давно здесь все благоустроили, такие типичные дворы. В советские времена мы еще помним такие дворики. На самом деле это большая привилегия жить в Барселоне с таким двором, хотя, конечно, качество домов ужасное. Сейчас здесь живут в основном или эмигранты, или люди, которые состарились в этом районе. И современные каталонцы, барселонцы сюда просто не поедут. Вот условия жизни видно, да, белье сушится, то есть у этих людей нет денег на сушку. Часто нет даже стиральной машины дома. Квартиры, соответственно, очень дешевые. Ну, качество такое. Все валится, все нуждается в ремонте. Общие зоны, конечно, сделаны. Ну, тоже так не очень-то. А то, что частное, ну, видите, в каком состоянии. Еще раньше это была зона фабрик. Вот такие вот двухэтажные частные домики сохраняются примерно где-то в 60-х годов, когда их строили без всяких разрешений, без всяких правил. Вот показываю подъезды, закрытые на замок некоторые, да, не все. Ну, и окна, даже второй этаж зарешочен. Когда я помню, я здесь оставила свою машину еще лет 20 назад, ее, конечно же, вскрыли. Вот видите, как новый лифт пристроили. И напротив все такие же вот полусельские улочки. Ну, чем-то мне это напоминает, не знаю, такой давний Советский Союз. Ну, если бы не соседи, скажем так, большинство соседей, и не качество домов, то был бы даже очень неплохой район. Находится на окраине Барселоны, полно-полно зеленых зон, рядом пляж. И вот это вот школа. Школа как раз новая. Вот показываю вход в школу. Сбоку написано название школы. Видите, ворота плотно закрыты. То есть школа, все ворота закрыты. Детей выдают с рук на руки. Родителям посторонние на территорию школы войти не могут. Двор, неплохой двор. Ну, и такое достаточно добротное школьное здание. Вот это вот объявление у входа в школу. У нас вход в школу. И посмотреть внимательно. Что-то курсы каталонского для взрослых. Причем, кто здесь живет, взрослые? Ну, женщина такая. Мужчина явно какого-то индийского типа. Вот этот вот мужчина в шляпе. Это цыганин. Тут очень много цыган. То есть виды населения, которые проживают здесь. Вот это вот барри, это микрорайон. Ну, и жизнь в школе. Посмотрите внимательно. Посмотрите внимательно. Языки каталонский и арабский. Это для марокканцев. Эти марокканцы говорят на берберском. А вот эта информация тоже очень важная для родителей. Это меню. Тут огромное значение продается еде. Причем ребенок, если он мусульманин, может выбрать ограничение в еде, что он не ест вообще свинину или что-то другое. Или какие-то ограничения в питании. Все это очень учитывается. И вот на основе этого меню, это обед, многие родители планируют свой семейный, скажем так, семейный бюджет, семейное меню, чтобы не повторялось. И некоторые дети, единственное, что они едят, скажем так, это вот в школе они едят. И бедным оплачивают обеды. Показываю еще один двор. Вот такие же дома, какие-то панельные, жуткие совершенно. С другой стороны школы, какие-то куцые качели. И пойду посмотрю на еще одно так называемое социальное заведение. Вот эта надпись, это демонстрация, даже вот когда, да, допустим, на вторник, 7 часов, адрес, я не знаю, какой вторник, но это демонстрация против выселений. То есть здесь многие люди купили квартиру и не могут заплатить ипотеку. Или арендуют, но не могут платить аренду, и по закону проходит несколько месяцев, и тебя должны выселить. То есть выселяют это все с полиции, да, есть дети, не детей, не важно. Так вот тут движение среди как раз такого класса общества, но против выселения. Это дом более новый, вот этот вот. Но тут же вот люди очень-очень небогатые, можно сказать даже, ну нищие нельзя, но просто бедные. Социальное заведение – это вот эти вот постройки для магазинчиков, для каких-то кафешек. Сейчас они закрыты, заброшены, потому что это тоже надо деньги, чтобы содержать. Чувствуется, что денег у владельцев бизнеса нет. Вот это рынок, рынок этого района. Виде написано «Меркадо Бесос». Бесос называется район, и Бесос называется река. Река как раз на восточной границе Барселоны. Вот я вам показываю этот район. Некоторые дома новые, вот этот кирпичный дом новый. И как раз вот туда уходит дорога уже в пригород Барселоны. Что здесь есть в этом районе, синие-зеленые вывески – это указания дорог, которые идут, отходят отсюда. Бадалуна – это следующий городок, пригород. И тут проходит трамвай, эти вот линии трамвайные. Это новый как раз вид транспорта. Трамвай идет слева Барселона, а справа туда уже санадриады Бесос и текстильный пригород. Вот поехал трамвай. А вот эти вот светлые здания, вот это был кошмар. Был, а сейчас уже нет. Назывался район, то есть называется Ламина. Мина – это шахта. И здесь, ну вообще люди жили просто вот, даже проезжать было опасно. Но я вам говорю, это примерно 80-е годы, 90-е, вот тогда. Сейчас это все уже не так. Уже не то и вообще не то. Но грязь немножечко осталась. Посмотрите, тут вот на углу ресторан называется Маракеш-Марокко. Марокканский ресторан. То есть тут уже просто вся Барселона более мирная стала. А вот это вот магазин Lidl. Он тоже дешевый. И дальше уже спортивные заведения, спортивные поля, поле для дедушек, для пенсионеров. Уже это стал район более спокойный, более безопасный. Вот так называют этот парк. Тоже Бесос. По названию реки. Ну, парк как парк. И вот тут написано, что означает Бесос. Немножечко каталонского языка. Видите, Бесос. Я делаю ударение на О, потому что стоит ударение. Если бы я поставила ударение на Е, Бесос, было бы Бесос. Поцелуи, но на испанском языке. Потому что на гралонском будет питонц. Поцелуи. Так вот, Бесос с ударением на О. Посмотрите, Бес означает два. А вот Саусио, это означает Ива. То есть как бы две Ивы. Ну, полы названия, потому что вдоль реки росли Ива. Они растут, собственно говоря. И вдоль реки вот этот король Хуан Первый. Это был средневековый король. Охотился. Вот сейчас на месте его охоты вот такой вот городской парк. В парк мне эти лень, поэтому я просто просунула телефон через решетку. Ну, чтобы показать вам. Вот видите, там попугайчики прямо перед нами. Голуби. И обычный совершенно ничего не примечательный парк. Напротив вот этих вот кошмарных зданий. Вот это голубое здание с двумя флагами. Это полиция. Просто необходимая вещь в этом районе. Когда построили эту комиссарию, это полиция, национальная полиция Каталуния, жизнь в этом районе стала спокойнее. Флага. Это флаг Испания и Каталуния. Вот это, ну, ящик, скажем так, для старой одежды. Одежда, обувь, если у вас есть старая, пожалуйста, выбрасывайте сюда, вот в эту вертушку. И ее отдадут вроде как бедным. Ну, хорошо. Это, знаете, для чего вертушка? Здесь были несчастные случаи. Когда просто выбрасывали, я сколько раз сама видела, как люди, ну, цыгане, румыне, пытались залезть туда, вытащить одежду, потом продать ее на рынке. Это был их бизнес. И вот люди, помню, румын один, он залез и не смог вылезти. Прям ноги торчали, и он задохнулся. Поэтому решили ставить вертушки. Вот эта улица, так и называется, Рамбла де ламина. В Барселоне очень много рамбл. И вообще не только в Барселоне. Рамбла – это бульвар. Сейчас это бульвар. Этот бульвар тянется прямо к морю, в новые районы. Помните, что Мина, Шахта – это был самый жуткий район Барселоны. И как раз вот мы видим, что в воскресенье 24 марта, а я снимаю 20-го, для бабушек, дедушек будет какое-то мероприятие. Ну, обычно такое спортивное. Видите, забег, заход или что-то такое. В воскресенье – это обычно всякие спортивные соревнования. Сейчас покажу бабушек местного района. Мы знаем, что бабушки всегда самые активные. Не только русские бабушки. Испанские вообще очень энергичные. Да, вот написано каменада, каменада трубада. То есть каменада – это от слова каменар. Вот такая прогулка. А трубада, ну, мы сойдёмся все вместе, встретимся. Так что вот вам, пожалуйста, социальная жизнь. И центр социальной жизни – это вот это здание. Пойдёмте посмотрим. Называется Фонд для Мина. Фонд – это фонтан. Когда-то здесь был источник, маленькое поселение. И вот этим, через этого источника, назвали… Это нечто вроде клуб этого района и библиотека. Клуб или дом культуры. Внизу контакты человека, который ответственен за социальную работу этого района. Пласт библиотека, музыкальная школа. Всего понемножку. Вот эти ящики, чтобы можно было вернуть книги в любое время дня и ночи. Не все могут вернуть в библиотеку в рабочее время. Но вот так вот подходишь. Вот так вот сюда кладёшь книгу. И всё. Вернулась. На первом этаже небольшая выставка. Сюда есть место, где можно посидеть, полежать, почувствовать себя в таком культурном месте. Это, кстати, очень хорошая идея. В Каталунии во всех районах есть вот такие вот дома культуры. На самом деле здесь не нужны ни деньги, ни что-то такое, чтобы быть причастным к культуре. Очень много делают местные власти. Просто отдельные, скажем так, жители, чтобы оккультурить местное общество. Всегда есть туалеты для инвалидов, для взрослых, ну и для детей. Здесь же находятся соцслужбы, где можно попросить помощи. Тут есть институт, каталомский институт помощи и социальных служб. Находятся все в одном и том же здании. Очень удобно. Плюс всякие кружки. Вот какие предлагаются кружки. Кружок для женщин, изменения в жизни, есть неоролингвистика, есть как бы церковное пение, пилатес, рисунок. Для женщин-путешественница. Все очень много для женщин. Йога, естественно. Куча-куча всяких кружочков и обществ. Вот кружок для фотографии. Детские, естественно. Всякие мероприятия, экскурсии организуют. Зато в таких районах есть то, чего нет во всей Барселоне. А именно бесплатные парковки. Эту рамблу, как и трамвайные пути, проложили не так давно. Она идет к морю. Так что пойдем к морю, чтобы посмотреть, как изменяют опасный в прошлом район. Это уже новые постройки. Ну, например, наверное, лет 10, не больше. И вот еще раз показываю. То есть уже другая школа. Видите, там внутри как раз у них спортивная территория. А вот эти вот дома здесь начали строить. А за ними эти старые желтые дома. Вот здесь вот эти вот светлые. То есть самые первые такие смельчаки. Только после здесь квартиру въезжал очень даже неблагополучный район. А вот это вообще только что закончили. Видите, там даже еще стройка. Даже еще не закончили внизу. Так что район активно строится. Потому что сейчас уже так не опасно. Вот, пожалуйста, новая клиника. Это клиника ступней. Подолок. Очень популярно здесь. Ступни у всех больные. И вот напротив тоже новое здание. Уже высотка. Вот еще одно новое здание. Там я вижу новое здание. В Барселоне традиционный. Дворов как таковых вы не найдете. Потому что принято было в сквериках, на общих площадках. А частный двор иметь это не знаю, как дворец иметь. Так вот, новые постройки. Видите, есть дворики. Пускай небольшие, но ваши дети будут пользоваться только вашими, только вот этими домашними качелями. не всего района. Ну вот, новые дома. Уже большие террасы. У всех цветы. Удобная планировка. Гаражи подземные. Или кирпичная кладка. Ну, или блоки, но хорошего качества. Вот, пожалуйста, частный дворик прямо передо мной. А в многих квартирах два балкона. Основной и вспомогательный. Дома довольно высокие. вот эти вот пониже. И вот еще одна школа с большим спортивным комплексом. Тоже здание новое. То есть, видите, прямо окруженный жилыми домами колледж. Пожалуйста, местные дети. Есть где учиться. Далеко ходить не надо. Море и пляжи уже вот за теми домами. То есть, эти минут 10 до пляжа отсюда. И вот эти вот новые здания это общежития для студентов. остановка трамвая называется Кампус. Кампус это то место, где живут студенты. Диагональ Бесос. Ну и вот там вот дорога. Это объявление об аренде. Квартир. Ну, аренда в таком доме. Допустим, две спальни, салон. Будет стоить как минимум тысячу евро. Это уже дорогой район стал. Вот трамвай тут ходит. Недалеко станция метро. Так что дорожает бывший опасный район. Вот нашла еще одно учебное заведение и сразу вспомнила Хазанова. Геннадий Хазанов учился в кулинарном техникуме. Ну, его герой, конечно. Так вот, это оно и есть. Здесь может пообедать любой желающий. Стоит обед 15,50 и что входит в обед. Это салат с креветками, и суп из тыквы, фидуа мясное блюдо, потом рыба, курица или мясо, сладкое. Так, ну, неплохой, скажем так, выбор. Но я пойду в другое место. Не потому, что не доверяю студентам, а просто потому, что не очень хочется есть. Сейчас есть полный обед, первое, второе, третье, как-то не хочется. Это главный фасад техникума. Написано формосье, ну, как бы подготовка, учебная подготовка и тревай, это работа. Довольно большое здание, и вот это вот сидят студенты, насколько я понимаю, на отдыхе. Вот еще одно новое здание, тембо, и нашла это здание на букинге, соответственно, такие апартаменты или отель, но на каждом балконе одинаковые кресла, огромное совершенно здание, и вот эта вот улица разделяет вот это прошлое, видите, здание, а это уже современное, и вон там вот море. А теперь разница. Вот в том здании, помните, да, кулинарное техникум, обед стоил 15,50 у студентов. В этом ресторанчике обед уже стоит 11 евро, тоже первое блюдо, второе, плюс хлеб, вода и сладкое. Разница 4,50. Я всю соблазнилась на 11 евро. Сейчас покажу, чем меня будет кормить. Но прежде всего, я себе выбила отдельный столик, вот такой вот, все для меня, с цветочками, и главное, с розеткой, правда, возле входа, но не важно, сейчас тепло, потому что, видите, там большинство сидит в зале, а там шумно, а я вот так вот, как наглый танк в уголочке. На первое я взяла ризотто с шампиньонами и с креветками. К ризотто полагается сыр. Сейчас поковыряю, найду креветочку окунуть. Ну, креветки, конечно, замороженные, ну, ладно, посмотрим у нас на вкус. Вкусно и много праздников животных. На второе я заказала себе рыбу, император называть это рыба. Здесь, вот, в Испании и салатик, такой, шимболь, витамины. В цену входит еще и десерт. То есть, можно взять кофе, можно взять, вот, я сейчас взяла творожник, творожный пирожок, там, всякого разного можно выбрать. Сейчас показываю, как будто я говорю в телефон, вот, показываю, просто людей на террасе, на террасе всегда подороже платите. Ну, вот, такой кофе можно выйти попозже. Кофе не взяла, потому что решила допить родной чай из термоса вот в таком красивом скверике-дворике. Видите, как изменилась архитектура, это тот же самый район, но новые постройки. Ну, вот, пожалуй, в этом скверике я и закончу. Надеюсь, вам было интересно бродить по этому нетруэтическому району Барселоны. Если было интересно и не хотите пропустить следующий репортаж, вы уже знаете, что нужно сделать. С вами ваш гид в Барселоне, Светлана. До новых встреч!